Девчонки, небольшое вступление прямо на одну минуту перед началом ролика. Сначала я вам покажу, чем мы занимались в Дубае, как проходило наше время. Короче, наш будний полноценный влог, а потом засниму обзор покупок из Дубая. И вот это уже пикантно и очень интересно, потому что мы потратили достаточно много, и купила я действительно то, о чём долго мечтала. Всем приятного просмотра! Девчонки, всем привет! Я Полинаша, это мой молодой человек Артур. Всем привет! И мы приехали в Дубай. Сейчас вас ждёт незабываемый влог о нашей поездке. Буквально несколько слов о нашем отеле. Хочу провести вам рум-тур. Во-первых, большая двуспальная кровать, и это всё, что я могу сказать, потому что номер у нас очень маленький. Есть небольшая чил-зона. Тут Артур не только чилит, но и работает, выгружает новый ролик также для вас. У нас есть свой балкон, но, к сожалению, видами похвастаться не могу. Единственное, вот эта вот уточка кажется мне очень милой. Хочется подружиться с владельцами и покататься на уте. Ну и номер с другой стороны, наши чемоданы, вместительный шкаф. Ну и, конечно же, зона с туалетным столиком. Я тут максимально-минимально разложила все свои богатства. Душевая кабинка с тропическим душем. Туалет. Не знаю, насколько это вам интересно. Девочки, это какой-то сюр. Я уже успела и поплакать, и словила лютый загон. Всю неделю, которую мы проведем в Дубае, стоит очень пасмурная погода и ветер. Хотя за день до этого была, естественно, жара. Все мои знакомые и друзья, которые были в Дубае, купались и развлекались. Сейчас же... Засними, пожалуйста, Артур пляж. Я так предполагаю, что все эти люди, они, ну, безусловно, туристы и просто хотят максимум выжить из своей дорогущей поездки, в целом, как и мы. Ну, вообще не прерасполагает, да, тут сидеть? Пойдем в город? Погуляем. Купим тебе подарок. У меня истерика сейчас будет. Да ладно тебе, расслабься. Все прикольно. Мы пытались сбежать из Питера, а Питер нас догнал в виде ветра. Я думаю, вы слышите вот этот вот непонятный шум. Это как раз таки он. Ну, хотя бы аутфит мой зацените. Солнце выбежало. Побежали. Знаете, девчонки, все обман. Инстаграмы, все ваши фотокарточки, все обман. Ну, ничего страшного, на фотографиях блик солнечный наложим и красиво будет. Да, нам не повезло с погодой, но что же сделать? Нужно поднимать себе настроение, поэтому мы едем, конечно же, на шоу Пинг. И я планирую осуществить кое-какую свою мечту. Мы добрались до легендарного торгового центра. Я уже вижу кортьешечку. Кортьешечку. Туда мы будем заходить, Артур? Надеюсь, что да. Надеюсь, что да, потому что эти ручки требуют какого-то золотого лоска. На самом деле, в Дубай и в Дубай Молл я очень хотела попасть исключительно за этой сумкой. Я мечтала купить именно ее, наверное, на протяжении двух лет. Но у меня, честно говоря, глаза разбегаются. Тут все так красиво. Я сразу заметила вот этих малышек. Они, наверное, из кожи страуса и выглядят бомбически. Единственное, я думаю, что такая стоит больше миллиона рублей. Я уверена в этом. Ну, глаз упал еще на классические багеты. А такая тебе не нравится? Честно? Мне нравится все. Только плати. Так, этот маленький багет смотрится со мной. Я думаю, что для миниатюрных девушек это настоящая находка, потому что другие смотрятся со мной громоздко. А это прям размер в размер. Сервис тут очень хороший, особенно когда что-то покупаешь. Артур, а ты еще такой нерадостный. Но сейчас тебе тоже что-нибудь купим. В H&M же мы планировали зайти, да? Итак, в данный момент, девочки, мы в Гуча. У меня в виш-листе было еще кое-что, кроме сумки. Это вот эти вот необыкновенные серьги. Но вроде бы они стоят в несколько раз дороже, чем в других бутиках. Вот, поэтому, наверное, покупать не будем. Но по мне, мне очень идет в таком винтажном красивом стиле. Я все хочу. Ну что делать, если мне все идет? Я так люблю шоппинг. В каждом видео это шутка будет, да? Еще есть вот такой вариант. И это тоже невероятный стиль. Подойдет под любой аутфит. Напишите в комментариях, какая мне идет больше. Девочки, я прошу прощения, что так много информации и контента из магазинов, но я не могу пройти мимо. Я хочу это. Я хочу это попробовать. Стоимость 35 дирхам. Это маринованный огурец. Я видела с ним очень много контента. Тут просто один огурец за тысячу рублей. Все говорят, что это своеобразно, но я так и не попробовать. Или мишку еще нужно взять. Мы направляемся в пустыню. И это одна из немногих экскурсий, которые я действительно хотела посетить. Потому что я никогда не была в пустыне. И у нас отмечается целая развлекательная программа. Я вам все буду параллельно показывать. Прежде я хочу продемонстрировать свой образ. Ну, как бы частично. Смотрите, я вот такой вот макияж сделала в арабском стиле восточном. Не знаю, идет ли мне или нет, но я честно очень старалась. Потому что у меня из подручных материалов были только ватные палочки для тушевки. И черный карандаш. Я надела вот такую атласную рубашку, чтобы прикрыть достаточно открытое платье. И у платья у меня есть вот такой кофешочек. Возможно, вы видели уже в прошлом влоге. Ой, несет. Я показывала, делала обзор покупочек. Ну, а также со мной едет, соответственно, Артур. Я тоже, как и Полина, весь в черном, с ног до головы. У меня черная рубашка, черная майка, черные брюки, черные кроссовки. И надеюсь, мы там не сваримся, не спаримся. Потому что, на самом деле, сегодня самый теплый день за всю нашу поездку. Плюс я никогда не был в пустыне. Вообще не знаю, как там будет ветрено, неветрено, холодно, жарко. Ну, вообще ничего не понятно. И вообще ничего не знаю, что будет. Тур бронировала Полина. Я даже программы не знаю. Даже не знаю, в какую пустыню мы едем. Поэтому, если со мной что-то случится, если я пропаду, вы знаете, кого надо обвинять. Черные глаза. Вспоминаю, умираю. Черные глаза. Ну, не открывайся. Дай смотри, красивые черные глаза. Ну, ладно, у Артура Карри. Красивые такие. Я могу сказать, что от поездки в пустыню я в полном восторге. Мне кажется, даже можно было бы повторить. Потому что мы на багах не покатались, к сожалению. И Артур еще хотел на доске вроде бы. Вот. Тоже не успели прокатиться. Было мало времени. Мне нужны были фотографии. Ну, сами понимаете, вот это вот все дела. А вы знаете, почему мы не успели покататься на доске и на баге? Потому что вот ее надо было всегда фотографировать. Всегда. Везде. Цвет не тот. Ракурс не тот. Второй подбородок вылез. Комар укусил. Скорпиону увидели в песке. И вот так вот постоянно. А потом до нас докопался мужик с орлом. Я испытала в отеческую потоку. Вот так вот. Имейте в виду. Ну, я не свой, я жил. Зачем мне другой? Надо было так говорить. Ну, а что не сказала? А что не сказала? Вот так бы ткнула и такая вот клюв. Сейчас мы приехали на продолжение банкета. Все вам покажу. Что? Ребята, вы когда-нибудь увидели воду в таком пластиковом стаканчике? Я поначалу подумал, что это йогурт. Но я так расстроился, когда его поднял и увидел вот такое. Да, йогурт просто растаял. Да, растаял йогурт. Прозрачный йогурт. А может, это это? Желе? Maybe. Maybe. Вот так это место выглядит. Кто-то, видимо, на випах. Сидит поближе к сцене. Тут сейчас будет представление. А мы с Артуром вон там. Он уже сидит с кальяном. Но вы этого не видели. Я это себе немного иначе представлял, но по сути прикольно. На территорию есть вот такое место, где, ну, насколько я поняла, можно взять абсолютно все, что угодно. Это будет входить в стоимость нашей экскурсии. Ой, приятно, приятно. Сейчас что-нибудь выберем. Ну, слушайте, выглядит даже очень аппетитно и фотогенично. Согласен? Супер круто, я обладаю такую еду. Смотрите, тут есть салатики. Тут получается жарить мясо и очень вкусно пахнет. Какое-то желе. Милк, рис, молочный рис. Это у них десерт? Это сладкое, да. Странно. А это замоченная булка, да? По-моему, да, в сиропе мы такое ели уже. Нужно бесплатно покататься и потрогать верблюда. И мне кажется, честно, ребят, это эксплуатация животных, поэтому кататься мы на них не будем. Мы просто так погладим, и всё. Артур, не надо. Мы выяснили, почему всё-таки погода настолько плохая в этом году, именно в данный момент в Дубае. Короче, нам не повезло. Нам об этом рассказали местные, что якобы в Дубае высадили новые растения. И чтобы они не завяли, ничего с ними не произошло, из-за сухого, такого, жаркого, пустынного климата решили нагнать тучи. Почему это выпало именно на нашу неделю, я не знаю. Наверное, рок судьбы. Ну что же поделать? Грустить, что ли? Конечно же, нет. Поэтому сейчас мы направляемся на прогулочку. Сегодня нам с погодой повезло чуть больше, и мы наконец-таки можем улицезреть хоть какое-то солнце. Мы решили сегодня погулять, сейчас уж на пляже, нам путь как бы закрыт. Приехали в место под названием Мачо. Тут можно поиграть в теннис. Всё очень зелено, красиво. Есть кафешка, в которую мы, собственно говоря, и пришли. Я взяла себе какой-то салат с курицей. Очень вкусный напиток. Чай, охлаждённый с персиком и лимоном. И у Артура тут... Так, это чикен сандо, но по факту очень похоже на куриный бургер. Но тут, да, так и есть. Это что-то типа чикен бургера. И немножко салата. Выглядит симпатично. Я хотела бы сказать, что в Дубае они настолько дорого, как пугают в интернете. Мы вот какой раз едим не в отеле и отдаём на наши рубли где-то 3000, там, за две тарелки, два напитка. Так что нормально. Ещё в Дубае более популярны именно кофейни, нежели прям под бездны рестораны. Я думаю, рестораны тоже очень популярны, но на них ходит своя публика, какая-нибудь другая. Вот и всё. Но нам очень резонирует вот это вот всё. Мы ходим, и стоит это всё примерно так же, как и в Питере, поэтому мы сильно не страдаем. Ну, как бы русские ходят в рестораны, а местные всё-таки предпочитают обычные кафе модные. Где кофе и тортики. Знаете, посещая каждую новую страну, я пытаюсь искренне избежать вот этого внешнего вида типового туриста. И ни охать, ни ахать на все здания. Но тут мы стоим в Бурж-Халифе, и посмотрите. О, Господи, я никогда ничего не видела настолько масштабного. Итак, склейка, мы уже в номере. Что вы думаете? Уговорила я Артура купить тот самый легендарный огурец. Единственное, мы нашли его в несколько раз дешевле в супермаркете у нашего отеля. Сейчас будет ASMR, мы будем пробовать огурец американского происхождения. Ой, понюхай его. О, он такой огромный. Капец. Что, пробуем? Можно я первая? Ну, давай. Понюхай. Пахнет специями какими-то индийскими. Ммм. И как? Острый? Это полный пипец. Ну, ладно. Что это за гадость? Во-первых, немного не похоже на то, что ты ешь огурец. Как будто бы это какое-то другое соленое маринованное нечто. И там внутри именно как будто бы очень много рассола, как будто его туда залили. Да. И поэтому он так раздулся. Я уверена, что так на самом деле и делали. Фигня полная. И что, знаете, он так подкисливает, как будто бы испорченный. Ну, у нас в России это считается, что фиговые огурцы, которые уже забродили. И бабушка постоянно там а-ля переживает, что банка взорвется. Поэтому ее нужно быстрее есть. У тебя такое было? Нет. Нет? Нет. У вас никогда банки не взрывались? Ни разу. У меня тя Рита делает очень вкусные огурцы. Это факт. Очень вкусные. У меня такие капец. Сегодня у нас первый день тепло. Наконец-таки я хоть немного искупаюсь. Сегодня у нас произошло небольшое ЧП, и нам закрыли весь главный вход в отель, перекрыли зону, в которой мы собирались сфотографироваться. А все началось с того, что рано утром, примерно где-то в 7-8 утра, зазвенела сирена пожарная, и мы решили, что у нас в отеле что-то случилось. Но нас быстро успокоили, сказали, что все окей, не стоит переживать. И потом мы спускаемся вниз и видим то, что вот это вот все. Иди сюда. Давай посмотрим. Там открыто? Артур, это незаконно. Офигеть, что-то реально ремонтирует. Да, засунка. Все, пойдем. Короче, как-то так. В общем, тут что-то случилось. Короче, я в этом отпуске постоянно реву. И решила для пущего кайфа купить себе айс-латто. Вот. Взяла я его в кофейне, который принадлежит отелю. Там все как бы кофе, булочки пьют, едят. Вот. И отправилась к бассейну обратно. И что вы думаете, меня выгнали оттуда? Ну, конечно. Как приятно. Я как могла на своем ломаном английском, я правда язык вообще не знаю, можно сказать, объяснить, что я купила кофе в отеле, я пришла на бассейн отеля. Почему вы меня выгоняете с моим же кофе? Я просто думала, что там как бы тоже есть что-то типа кафешки, но она обычно для шведского стола, для завтраков, для обедов и для ужинов. И то есть все нормально сидят, типа пьют что-то, а меня выгоняют с моим кофе. Ну, все, я разрывелась и ушла оттуда. Конец. Не стала уже объяснять, но как бы я как могла объяснилась, разъяснила ситуацию, но мужчина меня не понял, стоял у меня на душу и просил, чтобы я ушла. Я ушла. Вот. Сейчас возвращаться уже туда тупо очень, потому что на меня все люди будут коситься. Все. Офигенный у меня отпуск. Вот такие дела. Я считаю, что меня не имели права выгонять, потому что, ну, какая разница, где я купила кофе, если я все равно кофе купила в отеле. Бью кофе в номере, что поделки. Мы вновь гуляем, едем в старый город. Артур, он благополучно уснул. Что признаков жизни не подает. Ну, ладно. Знаете, мне так еще нравится, что тут такси, какой бы класс ты ни заказал, все равно приезжает либо бизнес, либо, как минимум, наш комфорт плюс. И очень часто в такси либо светлый салон, либо коричневый. А это моя страсть. Для начала заценим мой сегодняшний аутфит. Артур сказал, что я похожа на Фиону, но я так не считаю. Я считаю, что достаточно стильный костюмчик. А мы уже приехали в старый город, и на самом деле это не настоящий старый город. Это просто один из районов Дубая, который воссоздали под такой старинный стиль. Как показать туристам, напомнить историю. В общем, будем все смотреть. А пока что первое, что я заметила, первое, что я заметила, конечно же, это Старбакс. Ну, это как просто вместо притяжения нас мы, конечно же, туда пойдем. Я взяла себе айс-латте. Артур себе взял мачо айс-латте. Впечатления такие двоякие. Тут как бы пытались воссоздать какую-то историю, даже все таблички с позертостями, много таких мелочей, которые создают атмосферу прошлого, вот этого чего-то арабского, интересного. Но все равно чувствуется, что ты в суперсовременной какой-то реальности, вот, очень много мелочей странных, на которые ты обращаешь внимание. Плюс это можно так выразиться, что обычный рынок и все. То есть я советую как бы посещению данное место, да, красиво, да, прикольно, но погулять максимум так полчасика вам за глаза и за уши хватит. Ну, и также странно, что там есть современный супермаркет, современный Старбакс. А что Артур думает по этому поводу? Слушай, на самом деле место такое очень странное. Оно такое приятное, его следует посетить, но не более там часика. Так, походить, побродить, можно пофоткаться, прикольно. Две душнилы собрались вместе, как радостно и приятно. Не внимай меня, пожалуйста. В общем, тут нельзя ни за ручку ходить при прогулке, ни обниматься, ни соловаться, тем более. Вот. И для меня это самое сложное. Не знаю, для тебя как вообще? А мне нравится. Да, тоже. Кто бы сомневался? Так приятно. Никто не виснет на тебе. Никто не виснет на тебе. 43 килограмма счастья на тебе нет. Ну, то есть, ну, как-то. Легко? Не знаю, у меня... Чувствую, чувствую, что права мужчины здесь защищены. А у меня как-то автоматом прям рука тянется к Артуру, ну, так от меня трикошечивает. Для меня это очень странно. В общем, я не привыкла к такому, честно. Мы просто за ручки всегда ходим. Сегодняшний день начался с очень теплых встреч. Кто бы мог подумать, что мы встретимся не в Москве, а в солнечном Дубая? Ну, почему не в Питере? Что сразу либо в Москве, либо я доеду. Я доеду до Питера. Всем привет, ребята, очень натуральная непосредственность. Соскучилась по мне объективно? Или так себе? Да. Еще соскучилась. Представляете, Артур меня сейчас сфотографировал и даже не это, не сказал идти в жопу. Целых 10 шлух кадров сделал. Да, Артур достаточно спокойный фотограф. Да, офигенно. Полина пригласила нас в свой отель. Я вам небольшой тур, обзор проведу. Сейчас тут вставлю, но, конечно, безумно красиво. Еще такой вид на пальму и пляж такой. Вообще, даже вот в такую прохладную погоду сидеть достаточно приятно. Девочки, пребывание в Дубае подходит к концу, но мы не говорим прощаем. Мы говорим просто пока что этому потрясающему городу. До свидания. Я уверена, что в скором времени мы обязательно вернемся. Ситуация такая. Мы запаковываем вещи прямо в аэропорту, потому что, ну, сами видите, тут вообще никого нет. И Артур пакует вкусняшки. Пожелайте нам приятного полета. Я выйду на связь уже по приезде в Петербург и сделаю вам обзор покупок. Все, мы уже в Питере. Девчонки, не смущайтесь моего осипшего голоса. Дело в том, что мой организм действительно не справился с акклиматизацией или просто с очень холодным ветром Дубая, поэтому, да, я заболела. Но это не мешает мне сделать вам обзор покупок из Дубая. Заваливайте чай, будет интересно. Ну что ж, давайте приступать. Первое, что я вам хочу показать, естественно, это черный-черный, строгий-строгий, красивый-красивый пакетик Сен-Лоран. Я не дотерпела, простите, и распаковала ее раньше времени. Тут были красивые ленточки, все так было запаковано цивильно. Вам просто уже покажу такой, какая она есть. Конечно же, в наборе идет пыльничек для того, чтобы хранить сумку, для того, чтобы она никак не покоцалась. И сама сумочка. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам. Как вам. Я вам хочу продемонстрировать, что реально в моем виш-листе, ну как в виш-листе, прям на карте желаний, она висела прям долгое время, и мне даже не верится, что сейчас она у меня. А еще обратите внимание, что у меня есть ремешочек, и эта сумочка буквально как сестричка для моего ремня. Боже, как бы это винильно и сладостно не звучало, но просто хочу передать, что я очень рада данной покупке, и держа ее в руках, я понимаю, что она стоила каждого своего рубля, каждого своего дирхама, вот, и всех дней, которые я работала, зарабатывая на данную сумочку, блин, она очень красивая, я думаю, послужит мне очень долгое время в моем гардеробе. И сразу же после Сен-Лоран мы зашли в Селин. Селина является вторым моим брендом, фаворитом, можно так выразиться, я ранее там ничего не приобретала, естественно, они очень понравились мне сумки, но я морально и материально была к большим тратам не готова, но кое-что себе урвало. Простите, пожалуйста. По габаритам коробки, я думаю, вы поняли, что там лежали очки, очки с небольшой эмблемкой, слушайте, мне кажется, они мне очень идут. К ним также в комплекте идет кейс и бронзированная салфеточка для того, чтобы содержать очки и в сносном состоянии. До этого момента у меня были брендовые люксовые очки, но они все были винтажными и, как правило, я выбирала солнцезащитные очки по принципу мне нравятся, как они дополняют образ, а именно очки, которые защищают от солнца, у меня таких, к сожалению, не было или было, но очень мало, не те или старые, не такие, а вот эти, просто идеальные за счет того, что они и небольшие, сами по себе подходят, гармонируют с размером моей головы, так еще и сами стекла достаточные, чтобы беречь глаза по солнечные дни. Конечно же, мы зашли в нашу любимую Зару, но без удержанного шопинга не произошло, потому что мы попали на ликвидацию, что ли, в общем, попали в межсезонье, когда вывешиваются все старые коллекции, в магазинах куча людей, продается непонятно что, вот, где-то вообще пуховики демисезонные, я не понимала, что мне такого купить очень хотелось, вот эти вот джинсы, а знаете, как я их нашла? Не буду пока что рассказывать, подержу чуть-чуть интригу, продемонстрирую, как они на мне сидят, во-первых, у них просто безукоризненный цвет, во-вторых, они идеальны мне по длине, хотя я всего лишь метр пятьдесят восемь, и штаны из Zara на мне никогда так хорошо не сидели, ну и в-третьих, просто трендовые штаники такие, так вот, обратите внимание, детская мужская коллекция Zara на тринадцать-четырнадцать лет, мне мама оставила задание моему племяннику найти что-то модное, я ему нашла вот эти джинсы, только он в свои восемь лет носит десять лет Ростовочку, а я ношу тринадцать-четырнадцать, ну и просто идеально, следующий пакетик у нас люксовый, ну такой небольшой, даже немножко смыхотворный, я бы так сказала, зато там лежит покупка, которую я ну прям обожаю уже на протяжении нескольких лет, это помада Гуччи, кто на меня давно подписан, знает, что я ими пользуюсь год, наверное, два, мне очень-очень нравится, за это время я протестировала кучу разных оттенков, и в этот раз в Дубае не оказалось моего любимого сотого или сто третьего тона, и я взяла сто второй, и знаете, это что-то между, то есть такая хорошая, бежевая, красивая помада, признаться честно, за это время я уже нашла кучу разных аналогов, но все равно к помадам Гуччи питаю свою любовь, я чуть-чуть подкрасила губки, и вы сразу же можете посмотреть, как это выглядит, классно, очень хорошая помада, правда, тут даже не нужно объяснять, вы все поняли, без подсказок, без намеков, это пакетик Skims, покупки правда небольшие, это шортики, микрошорты, можно даже сказать, они сидят как мужские трусы, боксеры, и вот такая маечка, в один из вечеров погуляли, изобрели в магазин с брендовыми кроссовками, типа Nike, Adidas и так далее, ничего из этого большого ассортимента мне было не нужно, кроме вот этого, я увидела и поняла, блин, это я искала на протяжении нескольких лет, у меня есть пара кроссовок, это мои самые первые Nike, мои самые первые данки, не обращайте внимания на их внешний вид, им достаточно много лет, и они просто не отмываются, и когда я их заказывала, я увидела фотографию в пинтересте с классными шнурками, и я была уверена, когда заказывала по фотографии, что, блин, придут кроссовки не просто черно-белые, а с интересными шнурками, поэтому, оказалось, нет, естественно, данки приходят с обычными черными и, вроде бы, белыми шнурками, вот, а я хотела именно необычные, я нашла на, не знаю, озоне, какие-то вот такие, а на самом деле, на той самой фотографии, которая мне понравилась, были эти шнурки, на этом обзор покупок мог бы и закончиться, если бы не Дьюди Фри, сколько раз я себе обещала ничего там не покупать, потому что Дьюди Фри давно стал уже совсем невыгодным, но я не могла пройти мимо, знаете, есть психологический трюк, чтобы запомнить более ярко, какое-то классное воспоминание, чтобы оно превратилось в какую-то классную ностальгию, вам нужно купить в этот момент духи, ну, в этот день или в этот жизненный период, и потом, когда вы будете душиться, у вас этот аромат будет ассоциироваться как раз-таки вот с тем самым моментом, в моем случае с поездкой, поэтому я всю поездку хотела в каждом ларьке купить арабские духи, Артур меня отговаривал от этого, конечно же, это разве не красота, это не прелесть, это восторг, во-первых, сама упаковка, вы сами видите, что-то напоминающее кэнди вайп, ну, очень красиво, особенно вот этот вот колпачок, который открывается, закрывается, примагничиваясь, блин, это очень классно, и у него еще его венчают как бы стразик, блин, ну, красиво, и у этого бренда все ароматы были такие сложные, тяжелые, в целом, как я люблю, но вот этот отличался, называется Мимоза. Короче говоря, этот парфюм крайне отличается от моих привычных ароматов, которые мне всегда нравились, поэтому я решила его взять, это именно тот аромат, который хочется послушать вновь, то есть ты его вроде бы один раз послушал, а потом нет-нет-нет, давайте еще раз, и вот так вот ты ходишь в течение какого-то времени и пытаешься его распознать, раскусить, если вам нравятся сладкие парфюмы, пожалуйста, классная рекомендация, и кстати, он стоил у Дитифри дешевле, чем на наших российских сайтах, так что неплохая покупка. на этом обзор покупок подошел к концу. Девчонки, это видео в целом получилось очень длинным, очень насыщенным, и я долго думала, стоит ли вообще выпускать настолько длинное видео, досмотрите вы его, будете ли вы смотреть, нужно ли это вам вообще, вот, но решила все равно, что мне это нравится, и значит, возможно, понравится и вам, и мне очень хочется услышать от вас какую-то отдачу, мне будет приятно, если вы лайкните это видео, подпишитесь на мой канал, оставите комментарий, вот, и тогда влоги будут выходить намного, намного чаще. Все, всем пока, спасибо за просмотр.